Так, раз видно, слышно, время московское 20.00, нам пора начинать. Я всех безмерно рад видеть на нашем открытом уроке, посвященной организации процесса тестирования в agile и не agile командах. Это один из уроков большого курса Q-Elit. Я сегодня как раз расскажу тот урок, который я веду. И, пользуясь случаем, я хочу всех поздравить с сегодняшним днем космонавтики. Это большой праздник, для всех технарей точно. Так, еще 10 секунд. И, пожалуй, давайте начинать. Поехали, как говорится. Так, проблем нет. Давайте тогда, прежде чем начать, познакомимся. Кто я такой? Я Ходорев Алексей. Работаю руководителем направлений или Q-Elit в компании Sportmaster Lab. Параллельно с этим преподаю на курсе Q-Elit в школе Otus. Уже давно в разработке, давно в IT. Был на разных ролях разработчиком и тестировщиком. Последние 9 лет руковожу разными командами тестировщиков. И, соответственно, команды разные. От 10 до 50 сотрудников. Очень люблю Agile. Люблю DevOps. До этого работал Rambler Group в университете страхования. И сейчас последние, получается, 2,5 года работаю в Sportmaster Lab. Развиваю продуктовый подход. И развиваю продуктовые команды в данной компании. На сегодняшнем вебинаре, соответственно, поделюсь своим опытом, своими знаниями, своими мыслями. Поэтому немножко о правилах. Я очень рад активному вашему участию. На уроках, вебинарах у нас есть возможность включить звук, голос и что-то пообсуждать, прокомментировать. Здесь будет у нас только чат, поэтому не стесняйтесь. Чат открыт. Я его вижу. Вы его также видите. Пишите свои мысли, свои комментарии. Обсудим, поговорим. Окей? Так. Давайте тогда начинать. Интересно, сколько у нас... Я не вижу, сколько у нас участников. Ну, надеюсь, достаточно. Опрос делать не будем. Итак, давайте начинать. Да? Собственно, организация процесса тестирования в agile и agile командах. Какая цель я ставил на этот вебинар, на этот урок? Это рассказать про внедрение, про то, как устроены процессы тестирования в зависимости от используемой методологии. И, соответственно, на основании того, какой процесс мы выбрали, какая у нас методология, научиться как-то улучшать, оптимизировать этот процесс тестирования в зависимости от методологии. Я не буду детально вгрызаться, что такое модель, что такое методология. Кратко расскажу, что это немножечко две разные вещи. Есть модели, на основании которых строятся разные методологии. Мы немножечко этого коснемся, да, и вы это увидите. И первое, с чего мы начнем, да, это каскадная модель. Она же водопад. И методология у нее только одна, которая мне известна, это водопад. Ни разу в жизни еще мне не приходилось прям работать строго по водопаду. Много разного слышал страшного про нее, насколько она жесткая, негибкая, тяжелая, неудобная. В общем, ей agile практики этой моделью страшат, сплошь и рядом. Хотя сам тот, кто разработал эту модель Royce, сам же ее не применял, работал больше по инкрементальной. Не знаю, как так получилось, что вообще эта модель прижилась в IT, потому что у меня на самом деле в голове прям так не укладывается, чтобы она гладко могла работать. Я вот пока готовился к вебинару, рассуждал где-нибудь физических даже, при создании физических объектов, может быть, каскадная модель может пригодиться. В водопад можно работать, например, дом строить или автомобиль конструировать. Но опять же, да, если взять те же автомобили, то компания выпустила одну версию, через пару лет выпускается уже усовершенствованная версия, усовершенствованная модель. Вот вам уже инкремент, да, не совсем водопад. Но что тут можно сказать, если все-таки у вас какой-то классический водопад оказался? Хотя в это слабо верю, что прям водопад, водопад. Когда вот сначала полностью все требования, потом полностью вся спецификация, потом одно кодирование, верификация и потом только поддержка. Я в это не верю. Все равно будет какой-то инкремент, будут изменения в требованиях, будут какие-то улучшения, поэтому не очень уверен, что они прям применяются. Могут применяться для коротких разработок на несколько месяцев. Тогда, может быть, сделать какое-нибудь небольшое простое приложение. Там, да, там можно быстренько очертить небольшой кусок функциональности, его описать, отдать дальше в разработку и так далее, так далее, так далее. Да, но для больших интерпрайз-проектов водопад, ну, как-то прям оверсложно. Итак, но все равно, да, если взять тот же водопад, на самом деле, да, из современной там разработки, да, они из микроводопадиков состоят. Инкремент, он тоже такой микроводопад немножечко. Там есть, конечно, свои нюансы, но мы об этом чуть дальше поговорим. Но если смотреть водопад, да, у нас сначала пишут требования, потом идет спецификация, дизайн, проработка этих требований. Потом кодирование, верификация, это оно же тестирование, и внедряем и отдаем на эксплуатацию. Что же делать тестировщикам в таком подходе? Да, конечно же, включаться в самое раннее. Когда только появляются требования, нам в этот же момент нужно подключаться, смотреть на эти требования, сразу же по этим требованиям писать тестовую модель, создавать тест-кейсы, писать тест-план, определять, какие тесты мы будем писать, какие нам нужны будут тестовые контуры, какая нужна будет тестовая инфраструктура, какие виды тестирования мы будем проводить. То есть прямо вот здесь, на этапе требований, requirements, определять все-все-все, что можно, чтобы договориться на берегу. Если мы абсолютно следуем каскадной модели, потому что вот здесь уже договариваться будет поздно, на этапе верификации. Поэтому вначале мы полностью включаемся, работаем вместе с аналитиками, если есть возможность с пользователями, с бизнесом взаимодействуем, согласовываем требования. Если мы там пишем тестовые модели, если у нас все это получилось, то в первых двух этапах требований дизайн-спецификации мы уже подготовим, наверное, большую часть нам необходимых данных в плане тестовой модели, проведем там тест-дизайн, может быть, даже вычистим большую часть ошибок, потому что чаще всего именно здесь вот возникают какие-то несогласованности, недоработки, какие-то противоречия, которые потом всплывают на этапе кодирования. Поэтому закладываем все эти вещи, а потом, когда проработаны тесты, проработаны требования, тут же может появиться и матрица трассировки, все это перейдет на этап кодирования, то уже разработчикам будет проще использовать те же тесты. На этапе уже кодирования мы можем уже с точки зрения обеспечения качества поговорить с разработчиками, чтобы они, конечно же, писали юнит-тесты. Мы, пока разработчики кодируют, можем параллельно вместе с ними тестировать отдельно взятую там реализацию какую-то фичу, что она все-таки корректно реализована, правильно работает. И по мере появления функциональности, появления каких-то уже пользовательских сценариев в продукте мы можем уже писать какие-то длинные end-to-end тесты. И к этапу верификации мы уже придем, когда у нас будет весь код написан, когда каждая фича отдельно будет протестирована, и, возможно, уже какие-то цепочки сценариев будут написаны. И мы придем к этапу верификации, тот момент, когда нужно будет практически прогонять просто полный регресс. Когда регресс пройдет, тогда мы уйдем на поддержку. Вот только такой вот подход мне видится правильным, хорошим, и по-другому никак. Если тестировщиков раньше не подключить в каскадной модели к тестированию и обеспечению качества, то на этапе верификации, конечно же, мы будем ждать большой фейл. Водопад очень часто критикуют за то, что он достаточно долгий, и, мол, 2-3 года разрабатывает продукт, не общается с бизнесом, и выпускает то, что пользователю не нужно. Ну, наверное, да, такое есть. Поэтому появились другие модели. Но если у вас очень короткий срок разработки, да, небольшое приложение, то по водопаду, в принципе, можно работать. Самое главное – подключайте тестировщиков раньше, и вам будет легче и лучше. Чаще всего, когда бывают проблемы, когда на этапе верификации прилетает, вернее, прилетает уже какой-то код, и его надо тестировать. Бывают такие ситуации, тоже сталкивался, когда вначале QA-менеджера подключают на этапе требований, мол, оцени, составь тест-план и посмотри требования, все ли хорошо. А потом, ну, QA-менеджер почитал требования, сдал какую-то оценку, написал тест-план, как это все будет тестироваться. Потом эти требования ушли в разработку, тестировщики, то есть пропадают на несколько месяцев, может быть, на полгода. Потом через полгода результаты разработки прилетают тестировщикам, и там уже может быть все по-другому. Это самый кошмарный этап. И поэтому, собственно, вот эти модели, проекты по модели методологии в этапе могут растягиваться, потому что тестировщики находят много-много дефектов. Это отложенная обратная связь негативная, и он приходится много-много исправлять. Поэтому чем раньше подключаются, чем раньше будет создана тестовая модель, тем лучше, и всем же легче будет. Да, ну вот каскадная модель, она хорошо еще тем, что вот риски недопонимания, то есть требования у нас раньше все прорабатываются, это требования самой модели. И все будут прекрасно понимать, какой продукт создается. От этого архитектура этого продукта будет лучше, стабильнее, потому что вот на этапе дизайна системные архитекторы проработают детально взаимодействие между модулями и компонентами системы. Ну и как вот с недостатком, как я уже говорил, это рост рисков с ростом длительности проекта. Чем длительнее проект, тем выше риски, что мы выпустим ни то, ни так, и никому не нужное. Но для коротких проектов прям вполне нормально. Ну короткие проекты так на самом деле в большом счете работают. Ну и нехватка оперативной обратной связи, как я сказал. Если раньше тестировщиков не подключать, мы только в конце получим информацию о качестве продукта, но это уже не очень хорошо. Ну и плюс не забывайте в целом о обеспечении качества не только думайте про тестирование, но и про обеспечение качества в том плане, что требования также надо тестировать. Разработчикам хорошо бы писать юнит-тесты, какие-нибудь другие тесты. Вы когда работаете вместе с разработчиками, на этапе еще планирования, можно продумать пирамиду тестирования, разложить, когда какие тесты будут. То есть после дизайна системный архитектор уже дадут какую-то архитектуру, система, которая будет кодироваться. И уже на этом этапе мы можем спокойно расписать нашу пирамиду тестирования и рассказать, на каком уровне какие тесты будут писаться. Где-то тесты будут писаться на уровне, например, базы данных, где-то будут писаться на уровне API вызовов. Зависимо от того, какая архитектура будет выбрана и где какая функциональность будет реализовываться. Так, есть ли тут вопросы? Пишите в чат, не бойтесь. Так, как здорово. Тогда дальше. Каскадная модель, она плоха была тем, что длинные проекты, долгие проекты разрабатывались долго и выпускались не так, как нужно. Ну и к тому же она появилась достаточно давно, в 70-х годах, когда и программное обеспечение, компьютеры были такими динозаврами. Их ПО было писать не так легко, как сейчас. И переписывать тем более. Поэтому, вероятно, она там описывалась, почему нужно было ли требования четкие вначале, потому что вот переписывать потом было очень-очень тяжело. Поэтому лучше вначале все определить. Дальше появились более гибкие модели, итеративные, инкрементальные. Это именно модели, в которую как раз-таки вписываются такие методологи, как Scrum, Kanban, ROOP, да, те эти agile методологии. Этапами разработки в таких методологиях обычно четыре. Что-то планируем, реализуем, выпускаем, собираем обратную связь, собираем результаты от пользователей, и по результатам вносим изменения в свою разработку. То есть планируем очередную итерацию или очередной инкремент. Реализуем, выпускаем, получаем обратную связь, смотрим все, что нужно изменить, меняемся, что может новую функциональность, что-то переписываем и так далее, и так далее, так по кругу. Поэтому у нас есть итерация, это связано со сроком. Вот Scrum – это спринт, да, итерация. Или инкремент, да, то есть инкремент – это прибавление какой-то функциональности. Причем инкрементальные разработки мы можем там… Вот сейчас мы на месяц пишем эту фичу, а потом следующие две недели пишем другую фичу. То есть чисто инкрементальная разработка, она не связана, например, со сроками. Итеративно-инкрементальная разработка – это гибрид. Это когда у нас есть и спринты, и плюс какой-то инкремент. Вот Scrum – это итеративно-инкрементальная разработка. Такая методология. В общем, модель итеративная, да, методологии Scrum, Kanban, ROOP, да. Kanban из них немножечко выбивается, это не совсем методология, но мы чуть дальше расскажем. А вот ROOP и Scrum – это прям чистая методология, в которой четко прописано, как действовать, все правила и порядок разработки, и все, кто там взаимодействует, и как взаимодействуют при создании продукта. Да, итеративно-инкрементальная разработка хороша тем, что в ней уже заранее прописаны контракты с заказчиком и гибкость продукта. То есть из-за того, что мы после реализации итерации, то есть мы что-то реализовали, отдаем сразу же, показываем это, демонстрируем заказчику и собираем обратную связь. То есть мы быстро получаем обратную связь уже даже от рынка, делаем ли мы то, что нужно или нет. И тут же смотрим еще на рынок, а на его потребности, на пользователей, мы можем достаточно быстро следующую итерацию перепланировать так, как нужно. То есть, например, выкинуть ненужную функциональность, добавить какое-то то, что нужно заказчику. Если все хорошо, идем следующим путем, ну, дальше так развиваемся. Недостатком уже этого всего – это как раз-таки меньшая продуманность решения, то есть отсутствие цельного введения продукта. Мы делаем потихонечку, частями, поэтому со временем могут появляться такие продукты-франкенштейны, в которых налеплена куча разной функциональности, архитектура будет очень хрупкая, с огромным количеством технического долга. И тут вот, да, могут быть всякие сложности. С этими недостатками борются все agile команды, то есть вот эти вот практики, связанные с работой с тех долгом, эволюционирующая архитектура, антихрупкость, она вот как раз-таки для снижения вот этих недостатков, потому что мы еще не знаем, как будет развиваться наш продукт, потому что мы сначала пробуем одно, смотрим, как это подходит, не подходит, и дальше развиваем, развиваем, развиваем. И поэтому решение, принятое там сегодня, через пару месяцев может быть абсолютно отменено, и будет принято решение абсолютно другое. Да, и это нормально в итеративно-инкрементальной разработке, это в порядке вещей. Поэтому тот же манифест agile, который в этом году отпраздновал уже свои 20 лет, да, он говорит, что мы приветствуем изменения, мы им рады и готовы подстраиваться под это. Ну, про манифест agile я ничего говорить не буду, почитайте на сайте agile-манифеста. Собственно, давайте детальнее как раз-таки про эти методологии поговорим, потому что по моему опыту сейчас они активно применяются. Вот Scrum, Kanban, я с ними постоянно в последнее время работаю, либо какие-то модификации очень близкие. Вот с ROOP чуть-чуть поменьше. Самый старый, самый первый из них был разработан ROOP IBM-овский, это коммерческая методология IBM. Родилась в IBM, разработали, ее часто применяют, сравнивают с водопадом, ну, потому что здесь все-таки есть какой-то водопадик. Я немножечко не согласен с этим, потому что все-таки здесь есть некоторые итерации. Вот видите, предварительная итерация 1, итерация 2. И так вот все итерации, есть некие стадии. Поэтому она, я считаю, что она ближе к итерационной разработке, нежели к водопадной. Если вот посмотреть на целом, вот картинка, она ярко демонстрирует то, как устроен ROOP. На начальной стадии мы прорабатываем требования, ну, как и в этабаде, да, но тут уже и на тестирование начинается, как я уже рассказывал, да. То есть тестирование должно подключаться сразу же, да, на этапе проектирования требований. Причем, ну, если сначала бизнес моделируем, что вполне нормально, да, мы сначала должны как-то изучить пользователей, понять, какой бизнес-процесс мы будем автоматизировать или реализовывать, да. То есть мы сначала бизнес-процесс моделируем, потом запускается управление требованиями. Потом чуть-чуть попозже, когда мы уже набрали бизнес-модель, уже появляется как раз анализ проектирования. И здесь появляется требование, тестирование. То есть здесь мы уже начинаем прорабатывать нашу тестовую модель, прорабатывать тесты, понимать, что нам необходимо. Если посмотрите, у нас тестирование проходит через все итерации. То есть оно постоянно есть на каждом стадии, на каждом этапе. И здесь, опять же, начиная с самого начала, да, нам нужно выстроить хорошую, правильную тестовую модель. Нам нужно определить необходимые тестовые окружения. Нам нужно определить необходимые виды тестирования, которые мы должны применить к нашему продукту, к нашему проекту в самом начале. Чем лучше мы здесь вначале все это заложим, продумаем, тем легче потом в конце нам на внедрение будет. Потому что если мы не подключимся, скажем, тестирование будет здесь в минимальном объеме, такое может быть, как я уже рассказывал, руководитель проектов. Чисто номинально может отправить там требования в тестирование, чтобы они посмотрели, оценили, а дальше уже не подключать. То есть на этапе конструирования это тестирование будет пустым и только в конце появится. Тогда ждите в конце всплеска не такого маленького, небольшого холмика, а прям большого холмика тестирования, большого объема. И это приведет, конечно же, в возрастание нагрузки на разработчиков и проблем с развертыванием. А если все действительно подключать, как написано, с каждой итерацией все больше, больше, больше и тестирования, и развертывания, то будет все хорошо. Практически здесь можно уже какие-то начало CI и CD закладываются. Если так подумать, то есть у нас каждый раз на каждой итерации, даже на этапе уточнения, когда мы еще прототипируем, еще даже не пишем, а какие-то прототипы, порабатываем какие-то алгоритмы, у нас уже появляются процессы по развертыванию. Ну, то есть уже инкрементально, итерационно у нас код должен собираться и развертываться. А это значит, что у нас должен быть какой-нибудь CI-сервер, а вероятно еще и разработчики должны писать юнит-тесты, а вероятно еще и можно статический анализатор сюда подключить, а еще и код-ревью проводить. И замечательно у нас с каждой итерацией будет контролироваться даже инструментально качество кода. А тестировщики параллельно вместе с разработчиками могут тестировать отдельно взятые фичи. И в конце, когда основная часть разработки всех фич будет закончена, мы уже больше будем заниматься именно регрессом, а не тестированием отдельно взятой фичи. И все должно опять же пройти гладко. ROOP, он хорошо работает для больших, наверное, коммерческих проектов, когда там бизнес-моделирование или интерпрайс-решений. Но проблема у нем в том, что сама по себе методология коммерческая стоит денег, чтобы ее изучить, и так просто, по-моему, IBM ее не распространяет. И опять же сейчас она не особо популярна, потому что есть более гибкие, более удобные, открытые методологии, такие как Scrum и Kanban. Поэтому предлагаю к ним как раз двинуться. У нас Scrum Kanban. Многие, кто знает? Есть кто за Scrum, кто за Kanban? Ох ты, 2 Kanban. Я сам за Kanban. О! Окей. Так, а теперь вопрос для любителей Scrum. Что раньше появилось? Agile Manifest или Scrum? Нет. Как? манифест появился 2001 году а scrum разработали там чуть ли не 95 поэтому scrum как бы появился раньше чем agile манифест toyota к scrum совсем на мало имеет отношения toyota наверно ближе канбану но scrum очень хорошо реализует как раз таки вот эти принципы agile манифеста поэтому scrum и agile неразрывны сейчас но все же чисто исторически да если верить полностью истории то кен швабер джеффом с азерландом придумали чуть-чуть раньше на слайде и классическая картинка продуктовой разработки в scrum да два автора ссылки на три ключевых сайта которые посвящены scrum мы скраме не так уж много на самом деле событий не так уж много ролей там вышел последний еще версия scrum она еще чуть более более гибкой раньше он был более строгим в том плане что ребята вы при реализации scrum вы должны реализовывать все все мероприятия из scrum гайда либо не называйте это scrum сейчас в принципе также немножко поменяли поменялась тональность да и они добавили некоторые такие спорные моменты при работе со scrum но мы сейчас не об этом мы как раз таки пробежимся о том где когда и как что делают тестировщики да вот по всей этой картинке есть вот продукт менеджмент продукт менеджмент это как раз таки про развитие продукта про то когда генерации идеи нашими продуктовыми продуктовными в нейрами или продуктологами кому что больше нравится то есть теми людьми которые общаются с пользователями изучают рынок придумывают идеи как сделать программный продукт да классным хорошим полезным ну и как делать всех пользователей более счастливым да это отдельная история она еще до самого scrum там разработки потому что все таки продуктовый бэклог нужно где-то пополнять он он может быть там связан с другими бэклогами других продуктов в зависимости уже от того какая компания это может быть компания монопродукт когда сама компания разрабатывает один продукт и развивает там может быть один продуктовый бэклог а может быть конечно же мы как например тот же та компания которой я работаю спорт мастер-лаб у нас десятки продуктовых команд вместе они как-то связаны каждая команда работает со своим бэклогом и тут уже бэклоги некоторые команд между друг другом некоторые задачи между командами могут быть зависеть поэтому как раз таки за эти зависимости за развитие продуктов отвечает именно продуктологи в центре у нас dev team команды разработки на отдельно daily scrum так погнали что у нас вначале на начале исследование продукт это то что я рассказывал продуктов норы и следует продукт общаются с пользователем проводят всякие интервью к сдэ вы и задают вопросы мы в общем выясняют а что нужно пользователю до получают кто-то от них новые фичи юзер-стори улучшение мы здесь на этапе product discovery на изучение продукта до совместе с продуктовыми создаем story map кто знаком с юзер-стори маппингом да с подходом использования юзер-стори да вот мы уже здесь вместе с продуктологи мы прорабатываем этим пользовательские сценарии задаем какие-нибудь каверные вопросы как это все будет работать и ищем какие-нибудь не не проработаны вещи серые зоны какие какие-либо противоречия которые нужно будет разрешать потому что бизнес часто бизнес вот эти вот противоречия может не замечать бизнес он больше бизнес нежели аналитик а мы как тестировщики все таки больше аналитики нежели продуктов норы но из тестировщиков вырастает хороший продуктов норы потому что именно из-за того что мы умеем понимать также как продуктов норы наших пользователей поэтому вместе создаем и прорабатываем юзер-стори мапп по крайней мере точно участвуем и стремимся туда попасть если нас туда не пускают то мы говорим что ребята нам надо чтобы лучше получить понимать пользователей помогаем бизнесу конечно же определить приемочные критерии для каждого уровня стори мапп часто опять же те же продуктологи понимают какая им фича нужна а вот проработать критерии приемки да им бывает им бывает сложно здесь вот наши навыки формулирования этих критериев то что фича действительно готова могут им пригодиться опять же здесь в зависимости от компетенции и зрелости продуктов нора уже на этом этапе мы конечно же понимаем из чего будет состоять продукт да у нас уже потихонечку появляется продукт бэклог да и начинается потихонечку планируется релизный план строится или road map развития продукта обычно road map у продукта все таки есть он достаточно большой например на ближайшие там полгода год road map стоит строить да если у вас продукт будет развиваться меньше чем полгода может быть его стоит реализовывать там не по скраму а по водопаду потому что можно заранее все прописать реализовать и и будет хорошо если продукт достаточно долгий то лучше как раз таки переходить на инструментальные подходы потому что в какой-то момент может что-то пойти по-другому нужно будет повернуть другую сторону и так да после того как проработали требования до видений некий road map это не обязательно в законченное видение до продукта от а до я да то есть это некое видение на ближайшую перспективу некий набор фич да которые там попадут в продуктовый бэклог и из него уже можно планировать релизный план по созданию продукта и тут вот начинается вот планирование релиза самое важное то о чем я уже тоже говорил мы начинаем вначале хорошенько подумать чтобы потом нам легко было реализовывать всем дальнейшие действия по тестированию спринтах потому что спринты достаточно динамичная интенсивная работа там чуть чуть меньше будет времени чтобы как-то сильно себя менять там не до экспериментов поэтому вначале мы как раз таки прорабатываем формируем пирамиду автоматизации тестирования а то есть мы определяем где какие тесты на каком уровне кто будет писать обязательно уже в этом на этом этапе уже выбираем инструменты для автоматизации тестирования если у нас продукт может быть совсем совсем новый то конечно берем какой-нибудь может быть технические спринты и или время на исследование какие нам инструменты нужны применяем матрицу квадрантов тестирования чтобы понять определить какие виды тестирования нам нужны то есть нам не только на каком уровне теста мы пишем еще должны определить какие виды тестирования какими инструментами будем выполнять договариваемся с разработчиками кто когда какие тесты пишет да кто пишет нагрузочные тесты кто пишет июня теста кто пишет интеграционные тесты контрактные тесты в общем тестов достаточно много мы в этот момент как раз разбираемся кто за что отвечает определяем цели критерии готовности целом для релиза они вот будут как-то пересекаться с критериями приемки вернее они будут связаны с критериями приемки по задачам определяем конечно же не функциональные атрибуты качества то есть вот на уровне продукту продуктов там все таки обычно формируются некие фичи да они меньше думают про не функциональные атрибуты качества вот нам про них нужно не забыть про всякой юзабилити производительность вот они важны нужны и эти вещи являются безусловными атрибутами качества продукта а мне должна не только функциональность но и удобство и эффективность работы продукта и конечно же смотрим про тестовые среды есть ли нет ли что нам нужно будет на какие тестовые данные нам будут нужны для выполнения этого тестирования этого релиза может быть нам нужно будет подключить какую-то внешний сервис и может быть нам нужно будет запросить генерацию тестовых данных у кого-то связанного с нами теста прорабатываем метрики качества чтобы потом в конце вместе с продуктовым да вот понимать качественный продукт мы выпустили или нет ну и конечно же обозначаем риски и критичный сценарий то есть что у нас может пойти не так из-за чего там придется принимать какие-то решения то есть вот это такой контракт на берегу еще да прежде чем там запустим спринты по реализации этого всего некая базовая настройка правил до работы всей команды если про это не проговорить потом обязательно по какой-то части вы начнете спотыкаться и придется отдельно собираться смотреть и прорабатывать а почему у нас только там не знаю можем заложиться только например на функциональной тестировании забыть совсем по производительности у нас обязательно где-нибудь бомбанет потом почему у нас приложение работает не так быстро или почему мы не выполняем тестирование производительности можем вначале это все обговорить потом будет легче так собственно после того как мы создали релизный план да вот практически примерно поняли какие когда у нас что будет выходить там следующие релизы да мы начинаем или в очередной релиз мы начинаем нашу интенсивные спринты ну и перед тем как начать планирование да спринта нам нужно провести PBR или груминг бэклога на котором мы каждую юзерсторию каждую задачку обсуждаем с разработчиком аналитиком и тестировщиком на троих поэтому называется практика трех амиго или силы трех кому что нравится в результате обсуждения отдельно взятой юзерсторию у нас должны появиться уже приемочные тесты которые можно будет дальше там автоматизировать например в общем самое важное при в практике трех амиго нам нужно в трех головах сделать одинаковое понимание реализации этой задачи этой фичи то есть аналитик рассказывает что тут требуется разработчик будет продумать то как это будет реализоваться тестировщик будет рассказывать как это будет тестироваться на этом же этапе можно проговорить еще и кто какие тесты напишет и применяем модель с квадратами тестирования для отдельно их для отдельного видов тестирования для отдельной задачи для отдельной фичи потому что разные задачи разные фичи могут требовать немножечко разных видов тестирования может быть вот эта фича отдельная и эта фича может потребовать более детального юзабилити тестирования вопрос вы про матрицу тестировать квадранты тестирования что нибудь слышали практику трех амиго знаете друзья по практике трех амиго я вас отправляю на хабр там есть прекрасная статья анастасии квадранты тестирования можно найти в книге agile тестирования да но он еще много где встречается достаточно простая техника когда все виды тестирования разбиваются зависимости от того что они тестируют мы надолго можем идти то есть сейчас посмотрим будет у меня у меня к сожалению здесь нет возможности рисовать в общем квадрант тестирования нет квадрат денежного потока у них сходства только том что эта матрица 2 на 2 но в каждом ячейки в квадранте тестирования просто зависит от того что как мы как мы реализуем тестирование этот тестирование направлено больше на проверку код он там техническое тестирование или больше на проверку бизнес фич это мы можем проверять бизнес идеи а б тестирования например это отдельный квадран нагрученное тестирование, это именно инструментально автоматизированное тестирование. Юнитесты это то, что мы проверяем на нижнем уровне. Это проверка, такое техническое тестирование кода. А самый там правый верхний угол это функциональное тестирование, регуляционное тестирование функциональности. В общем, я так, не знаю, у нас, мы отдельно рассматриваем это у нас на курсе. Сейчас много, там много рассказывать надо посмотреть в интернете. Если у меня будет возможность, я не знаю, куда выложить дополнительный материал, а, конечно же, выложу, где нужно почитать. Но в целом подробно это рассказано в книге Agile-тестирование. Я там это читал, изучал. Ну, а практика трех Амиго – это на хабре Настя Асеева подробно рассказала. Ну, и, конечно же, она встречается в других книгах. Практика трех Амиго, она прежде всего реализует как раз подход к тестированию требований, проработке требований и деланию единого понимания к реализации этой фичи. После PBR, когда мы погрумили бэклок, конечно же, мы переходим к планированию спринта, потому что мы уже переходим к планированию спринта с подготовленными юзер-сториями. Они понятны всей команде. Они могут ее уже оценивать, могут понимать, как ее реализовывать. И здесь мы уже… У нас уже есть юзер-стория с приемочными критериями. Мы уже можем только провалидировать, что все хорошо, у каждой задачи все это есть. Смотрим на зависимости между задачей. Между задачами они могут появиться как раз-таки в этот момент при груминге бэклога мы как раз поймем, что вот эта задача может зависеть от той. Уже на этом этапе есть планирование, распределяем тест-кейсы и юзер-стория там по команде, кто разрабатывает какие тесты и кто когда выполняет, потому что мы планируем спринт ближайший. Оцениваем задачи, потому что это скрам, мы должны оценивать, уметь оценивать каким-то способом наши задачи. Это уже другой подход как. Ну и, конечно же, вспоминаем про время, риски обновления тестовой инфраструктуры. Это мы на каждом планировании должны помнить, что на каждый спринт, на каждую задачу у нас какие-то риски все-таки будут. Все ли тестовые данные нам нужны для тестирования этих задач? Есть ли тестовая инфраструктура для выполнения и тестирования этих задач? Да или нет? То есть если все есть готово, мы можем брать ее в спринт. Если чего-то не выхватает, что-то не готово, нам нужно задачу отложить, поставить, например, задачу подготовки этих тестовых данных или какой-то инфраструктуры. иначе мы задачу протестировать не сможем, а если мы задачу не протестируем, то она и в релиз как бы не попадет. То есть мы таким образом просто сорвем спринт, а это команде не нужно. Дальше. Во время самого спринта мы, конечно же, правила реагируем на дефекты, они должны быть выработаны, мы должны понимать, как мы будем прорабатывать дефекты, которые будут возникать как в момент. Тестирование новых задач. И если у нас уже продукт в продакшене, то есть уже началась эксплуатация, то мы должны проработать эти моменты. Три вида дефектов здесь обычно выделяются. Три правила. Правила по дефектам с новой задачей, правила по дефектам, которые возникают в регрессе, ну и правила, что мы делаем с дефектами, которые пришли с прода. То есть когда, как мы их выполняем. Потому что бэклог спринта уже заполнен. Он может быть, конечно, не на 100% заполнен, но что мы будем делать, когда у нас прилетит много дефектов? И мы будем какие-то задачи из бэклога спринта не делать. Это значит поставить под угрозу выполнение спринта. Либо же дефекты складировать на следующий спринт, а это приводит к тому, что пользователи будут вынуждены жить с дефектами. Это тоже плохо. То есть вот эти правила нужно проработать всей команде вместе с бизнесом, потому что без этих правил будет жить достаточно сложно. И во время спринта, конечно же, проводятся PBR регулярно, чтобы набирать задачи для следующего планирования. И при выполнении каждой задачи мы ревьюем тестовую модель. Дополнительно, да, в пресс-крайме есть, конечно же, daily meeting. На daily meeting мы просто рассказываем о текущем статусе тестирования, рассказываем о том, что у нас может блокировать или не блокировать, какие риски срабатывают или не срабатывают, и договариваемся о необходимости встречи трех омега, если у нас все-таки какие-то вопросы остались по реализации той или иной задачи. То есть мы на daily meeting договариваемся вместе с продуктовой командой, что давайте, кто налетил эту задачу, кто ее разрабатывал, давайте вместе соберемся и еще поговорим. Мне кажется, мы что-то еще не учли. Это вполне такая реальная практика. У нас команды так и делают, когда каждое утро там созваниваются, они говорят, во, по этой задаче можно проводить встречу. Так как аналитики тоже работают в момент, то есть могут работать в спринте, там они тоже частично дают задачи, говорят, что да, можем дальше встретиться и прорабатывать эти задачи, проводить PBR. Ну и во время тестирования мы разрабатываем тесты, которые обсудили на встрече трех омегах. То есть там определили, какие приемочные тесты мы разрабатываем, автоматизируем приемочные критерии. Опять же тут сейчас я говорю про такой более современный подход, который еще не все, по крайней мере у нас в продукту, у нас в компании еще немногие команды так умеют делать, когда тесты пишутся там вместе с разработкой или параллельной разработки. То есть на выходе с аналитики, да, когда у нас встреча трех омега прошла, у нас есть уже какие-то приемочные тесты практически. Их можно, в принципе, начинать разрабатывать, писать вместе параллельно с разработкой. И когда разработчик заканчивает реализацию фич, у вас к этому времени будут практически готовы эти приемочные тесты. Вам нужно будет их запустить, проверить, что фичи действительно проходят эти приемочные тесты. Но это такая очень интенсивная и непростая разработка, потому что тут должен быть большим профессионалом, как разработчик, так и тестировщик, чтобы параллельно работать вместе с разработчиком. И опять же, вот тест разработчика отправляем на ревью тестировщика. Это опять привет, как тестирует Google, да. Я встречал в компании, где это есть. У нас пока, к сожалению, не внедрено. У нас не до такого уровня тестировщики, чтобы могли ревьюить тест разработчиков. Но здесь закладывается на том, что тестировщик не смотрит на сам код тестов, да, что там они как-то не может быть архитектурно правильно описаны, а больше он смотрит на то, что достаточно ли покрытие тестами, достаточно ли тестов написал разработчик. Может быть, он какие-то случаи не предусмотрел, и это не написал. И тут опять же могут быть разные правила. Я встречал как и возврат обратно, и разработчики дописывают нужные тесты, которые так и тестировщики подхватывали за разработчиками, дописывали сами нужные тесты, которые разработчики не написали. Тут опять же тот и тот подход идет на повышение качества, повышение стабильности, поэтому как договоритесь, так и будет. Да, самое главное, чтобы юнит-тесты писались, покрытие повышалось, и мы не уходили там в перевернутую пирамиду, когда у нас много функциональных автоматизированных тестов и очень мало юнит-тестов. Это очень хрупкая пирамида, неустойчивая, как вы понимаете, потому что она стоит на своем шпиле и обязательно завалится. После того, когда мы все разработали, все тесты написали, провели тестирование, мы, конечно же, уходим в обзор спринта, проводим демо. На этом демо мы как раз таки убеждаемся о том, что клиент, наш бизнес, пользователи получили то, что хотели, получили бизнес-ценности. То есть мы не просто разработали продукт, какую-то фичу им поставили, а они после нашего релиза стали жить лучше, стали делать что-то по-другому. И в этом есть наша цель и наша миссия, изменять жизни наших заказчиков. Поэтому мы должны убедиться на обзоре спринта, но и собираем обратную связь от наших клиентов, пользователей. Собственно, понравилось, не понравилось, а что дальше как бы это улучшать. И тема очень нужна и очень важна. И как там в agile манифесте сказано, что только работающий продукт является мерой работы команды. И если мы что-то поставили нужное, то хорошо. Если мы вообще ничего не поставили, то это отвратительно ужасно. И это значит о том, что мы там груминг неправильно сделали, запланировали что-то не то. Может быть, в самом начале договорились о каких-то невыполнимых обещаниях. Такое часто бывает. Я часто встречал, что тестовое окружение, например, не готово, поэтому какие-то задачи либо не тестировались вообще, либо тестировались кое-как. От этого у спринт, например, до пользователя доходили много дефектов. Пользователи были, конечно же, недовольны. Или ситуация, когда весь спринт, 80% спринта разработчики забирали себе на разработку. И тестировщикам на тестирование оставалось нам один-два дня. То есть при планировании не было всего этого продумано. И интеграции вот этого встроенного качества не происходило. И в итоге, например, срывались сроки спринта. А это причем сплошь и рядом, учитывая то, что вначале мы должны были при планировании парамидов автомизации тестирования, инструменты, виды тестирования, мы уже должны проговорить вначале, что, ребята, вот нам с RGS есть, у нас есть смоу-тестирование, у нас функциональная тестирование, у нас еще нагрузка должна быть. Поэтому все вот эти вещи, те виды тестирования, мы должны продумать, кто, когда и внутри спринта должны выполняться. Если мы сказали, что, ребята, у нас есть регресс, регрессионное тестирование нужно выполнять до завершения спринта, то, ребята, это время должно быть заложено как-то спланировано. Если вы это не будете закладывать, а чаще всего это не закладывают, а потом удивляются, почему у нас регресс такой долгий, то, конечно же, спринты будут срываться. Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда срываются спринты из-за того, что регресс долгий? Не было таких ситуаций? Вообще в скраме у тестировщиков очень такая незавидная роль, потому что есть спринт, ограниченный по времени, и разработчики не думают о том, что после них есть еще тестировщики, фичу надо протестировать, а она еще и может возвращаться. Они могут разрабатывать свою фичу там чуть ли не до последнего, а потом они отдают в последний момент. В последний момент тестировщик, какой-то тестировщик, тут ему хватит и несколько блокеров отдает, и тут начинается. А чего, а как, а почему? И неприятно. Вот тут написали, спринт не сорвется, если использовать канбан. Да, совершенно верно. Если использовать канбан, спринт не сорвется, потому что там нет спринтов. Поэтому за это я люблю канбан. Об этом мы сейчас тоже еще поговорим. Так. Ну, а после обзора, мы, конечно же, обзора спринта, после демонстрации, после демонстрации результатов по нашему бизнесу, мы, конечно же, уходим на ретроспективу с уже обратной связью от пользователей, от бизнеса, смотрим на то, что, как мы поработали вместе в паре с разработчиками, какие тесты успели написать, не успели написать, смотрим на наши метрики качества, которые заранее были нами предусмотрены, выбраны еще на планирование, смотрим на проблемы тестирования, на разные метрики, что является там узким горлышком, куда уходит время, и составляем экшен-план по улучшению качества, кто что, как улучшить, что изменить, может быть какие-то инструменты поменять, то есть вначале-то мы планировали инструменты применять, вид тестирования, может быть и тут нужно что-то изменить, какие-то виды тестирования, наоборот убрать, они оказались лишними, избыточными, а может быть какие-то виды тестирования добавить, то есть мы на те наши первоначальные договоренности смотрим, насколько они нам удобны, комфортны и позволяют достигать целей создания продукта, и если что-то нужно, меняем. Вот все достаточно просто. Тут вот говорят, а я видел сообщение про то, что каждый третий спринт использовать как регрессионный. В принципе, можно. То есть сам скрам не запрещает такое планирование. Технические спринты бывают, когда ни одна бизнес-функциональность не реализовывается, а реализуется только всякий технический док. Либо вот трехнедельный спринт, а вот я понял, трехнедельный спринт и последняя неделя на регресс. Может быть такой вариант. То есть самое важное, что вот у нас есть отрезок спринта. Он может быть две недели, может быть три недели, может быть месяц. В рамках этого спринта мы должны проработать все необходимые активности по разработке и тестированию этих всех задач. Если мы, как часто бывает, просмотрим, распланируем задачи по разработке и не заложим там ничего по тестированию, то ждите проблем в конце. И опять же, да, скрам как раз-таки подвигает к сильной автоматизации регресса, потому что со каждым спринтом у нас будет появляться функциональность. И чем у нас больше спринтов будет проходить, тем регресс у нас будет все больше, больше, больше. Если мы регресс не будем автоматизировать, то нам со временем и одной недели на регресс может не хватить. Поэтому все вещи нужно запланировать, предусмотреть. Об этом, собственно, я и говорил в начале. Очень важно в начале договориться о правилах и видах тестирования, и видах тестов по пирамиде тестирования, которые будут писаться. С канбаном, кстати говоря, с автоматизацией еще сложнее. Если в скраме мы автоматизацию можем из спринта в спринт переносить, ну, скажем, в этом спринте мы вручками протестировали и хорошо изрелизились, а в следующем спринте мы это, скажем так, автоматизировали, то в канбане будет немножечко другая история. Там все сразу. Мы как раз к нему и переходим. Канбан – это не совсем методология, это канбан-метод. Это метод улучшения нашей работы. В целом он очень связан с канбаном Toyota, с производственными системами. То, что там еще дейминг выстраивал, да, цикл PDC, планирование, создание, проверка и экшн, да, изменения. В общем, это давно было придумано в Японии. В общем, в производственных системах работает. В IT появилось это в 2005 году. Сначала в Microsoft и в Корбисе придумал, принес канбан, это как раз Дэвид Андерсон. Он как раз придумал для IT канбан. Сейчас популярными книгами по канбану являются три, которые на слайде. Красненькая книжка. Ну, видимо, ее сделали такой, потому что книга по скраму была тоже красная. Но изначально книга канбана «Альтернативный путь в agile» она была синего цвета. Почему выпустили красная в России, не знаю. Новая книга «Канбан метод» вышла в прошлом году. Ну и бесплатная книга «Канбан краткое руководство» лежит на сайте kanban guide. Как есть скрам guide, есть. Вот kanban guide, причем это русскоязычный сайт. Там много разного полезного материала. Заходите, смотрите. Там все полезно, все нужно. Много и видео, и материалов. В том числе та книга «Краткое руководство». Она там написана. Книга хорошая, коротенькая, всего лишь 80 страниц. Читается быстро, легко. Все самое основное в нем прописано. Если интересно, читайте. Итак, в Kanban, так же как и в скраме, есть свой набор мероприятий. Они же еще называются каденциями. Kanban больше про ритмичную работу. Ритмичную, эффективную, причем даже без перегрузок. Он немножко рутинный отчасти получается, потому что одна из ценностей – это вируализация правил и ограничение выполняемой работы. Оно как раз подталкивает тому, чтобы работа выполнялась достаточно ровно, без перегрузок и каких-то резких скачков. И Kanban выделяют 7 таких основных мероприятий, классические, причем не обязательно все 7 используют в своей работе. Но обычно, по крайней мере, 6 точно используют, потому что без них как-то очень сложно будет работать. Первая встреча, мероприятие – это так же как скрам-митинг, дейли-митинг, так и Kanban-митинг. Он проходит ежедневно. Там и обсуждается как раз-таки статус заблокированных задач, то есть что нам не позволяет очередную задачу продвинуть дальше до выполнения. Мы тут как тестировщики, конечно же, говорим о текущем. Мы как бы все сделали или не все сделали. Если мы кого-то ждем, то какие-то, не знаю, может быть, тестовые данные нам нужно подготовить или что-то еще там, тесты написать, то мы обязательно об этом сообщаем. То есть это достаточно стандартный дейли-митинг. Он обычно проходит так же, как и в скраме, но тут больше фокус на заблокированной задаче. И главным вопросом здесь является, что нам мешает выпустить задачу сегодня, скажем так. И в Kanban доску рассматривают справа налево. И обычно тут как раз-таки начинаются тестирования. Все задачи, которые в тестировании, они уже реализованы, они уже тестируются, в них уже есть какая-то ценность. И как раз с них начинают, ребята, а почему они еще не протестированы, вернее, даже не почему, а что нам нужно сделать, чтобы эти задачи выполнить. И вот тестировщики на эти вопросы отвечают. Тут нужно автотесты написать, а здесь какие-то другие задачи и так далее. И по Kanban, если тестировщики перегружены, в принципе, является хорошей практикой аналитикам бросить свои задачи и подключиться к тестировщикам, чтобы помочь каким-то образом выполнить какие-то тесты. Таким образом снизить нагрузку на тестировщиков. Отличный вопрос. Существует ли разработка без ежедневных митингов? Наверное, существует. Но мне кажется, ежедневные митинги – это хорошая синхронизация всех в продуктовой команде. Самое главное – эти митинги проводить достаточно эффективно, то есть не больше 15 минут. Причем это вполне нормально реализуемо, потому что даже для больших команд в 20 человек нормально проходит за 15 минут. Зачем? А чтобы все в команде понимали, кто чем занимается, какие проблемы есть и если нужно друг другу помогать. К большому счету другой синхронизации как раз таки в команде не предусмотрено. Вы, ребят, собрались днем, утром друг другу рассказали, кто что сделал, кто чем занимается, какие проблемы есть. Все дальше разошлись по своим компьютерам и друг друга не должны дергать. Пишите код. И там желательно, там ситуативно, да, может быть, в каких-то крайних случаях. Ежедневные митинги ничем не плохи. Но они хороши как раз таки тем, что позволяют синхронизироваться. Причем ежедневные митинги, опять же, можно применять спокойно в Ватападе, например. Они пришли, кажется, из XP, не только в Scrum. Если сделать ежедневный митинг ежедневно и не двигать его, то вполне себе разработка потихонечку выравнивается. Другая проблема, что потом другие встречи, есть дополнительные встречи, которые вырывают из контента. Там, да, бывают проблемы. У нас тоже многие жалуются, когда мы настраиваем работу по канбану в продуктовой команде. Там вот еще дополнительные мероприятия появляются. Давайте мы встретимся, давайте мы обсудим правила, зафиксируем правила. Давайте мы решим, например, сформируем наши правила работы команды по работе с дефектами. Правила вытягивания, проработаем доры. Ну, в общем, какие-то дополнительные встречи по первоначальному формированию правил работы команды. Вот они вначале забирают много времени. И это начальное время может пару месяцев пройти, когда команду немножко штормит. Потом, когда все правила проработаны, все должно быть более-менее хорошо. Ну, Алексей совершенно верно говорит. Они должны быть строго структурированы и лимитированы по времени. Поэтому за 15 минут можно уложиться. Это не место, где идет какое-то обсуждение, какие-то холивары, и даже там не сильно принимаются решения. В целом просто каждый делится своими новостями, говорит, чем занимается, какие у него есть проблемы. Если нет проблем, друг другу вопросов там сильных не задают. Так, с Kanban митингом понятно. Следующая встреча – это встреча по наполнению очереди. Очень близка, конечно же, к PBR, когда мы из идеи, из бэклога вытягиваем те задачки, которые будем выполнять. Вернее, мы смотрим на бэклог и смотрим на продуктовый бэклог, забираем себе в командный бэклог те задачки, которые будем реализовывать. То есть мы берем на себя обязательства, что будем делать как команда разработки. Здесь как раз-таки мы подключаемся как тестировщики, как разработчики, смотрим, все ли нам понятно в задачах. Мы понимаем, как, в принципе, их тестировать, что нам нужно с ними делать. Если у нас есть какие-то вопросы, то, может быть, в этот момент задаем вопросы бизнесу, чтобы он эти вопросы снял, какие-то вещи предусмотрел. Либо, опять же, вспоминаем про наши риски, про тестовое окружение, про тестовые данные, чтобы у нас все это было для начала тестирования. Если этого всего нет, то лучше задачку, например, не брать в очередь, потому что дальше она будет заблокирована. Мы ее, например, не сможем брать в работу, не сможем ее протестировать, если что-то не будет реализовано раньше. То есть при встрече по наполнению очереди мы как раз смотрим на блокировки. То есть можем ли мы вообще реализовать эту задачу без препятствий. Если есть какие-то препятствия, то для начала мы должны снять эти препятствия, какими они не были бы, и только после этого брать на себя обязательства по разработке. Встреча по планированию поставки – это уже как раз наоборот. Это больше похоже на обзор спринта, когда мы показываем нашим пользователям, бизнес-заказчикам, собственно, что мы разработали и что мы поставили. Здесь мы как раз наши обязательства, взятые на нас, взятые в начале, возвращаем. Встреча по обзору сервиса обычно раз в две недели. Это больше… это встреча похожа на ретроспективу. Мы как раз таки смотрим, опять же, с метриками на качество нашей работы, что мы сделали, что было хорошо, что было плохо, и как мы можем нашу работу улучшить. Смотрим на метрики разные, которые мы выбрали, на дефекты, на скорость, на леттайм, на типы задач, которые были реализованы, за какое время и какое количество. Смотрим, много ли у нас дефектов или мало. Есть еще отдельная встреча, это операционная встреча с метриками. Обсуждаем качество взаимодействия связанных команд. Это уже немножко промышлобирование канбана, когда у нас несколько разных продуктовых команд, и они между собой как-то связаны. То есть, может быть, одна команда пишет один продукт, другая команда пишет другой продукт, они между собой обмениваются данными, между ними есть интеграция. И здесь нам тоже важно как-то синхронно реализовывать функциональность и правильно, чтобы друг друга не блокировать. Вот раз в месяц можем встречаться с командами и общаться по поводу взаимодействия друг с другом. Отдельная встреча по обзору рисков. Обычно на этой встрече мы смотрим на наши заблокированные задачи, то есть смотрим, из-за чего какие-то задачи у нас были заблокированы в потоке, и смотрим также обычно на дефекты, потому что дефект – это риск снижения качества. Мы проводим сессию анализа дефектов на этой встрече. Может быть, раз в месяц, можно чаще, в зависимости от количества дефектов и срабатывания рисков. То есть, если у нас постоянно в потоке какие-то задачи блокируются, то нам стоит почаще, наверное, собираться и обсуждать, почему у нас эти задачи заблокированы, и как нам делать так, чтобы они не блокировались. Потому что заблокированная задача означает, что мы ничего по этой задаче сделать не можем, и не можем ее двинуть по потоку. А если учитывать, что у нас в Канбане будут настроены еще VIP-лимиты, то у нас поток будет забит заблокированными задачами. То есть, это такая работа есть, но никто ничего сделать не может, потому что все связано, все друг к другу заблокировано, такая вот пробка, коллапс, если никто никуда двинуться не может. Это плохо. Учитывая, опять же, подход к Канбана с ограничением задач в работе, мы даже новую работу взять не можем. И последняя встреча – это встреча по обзору стратегий, когда мы обсуждаем уже целое изменение стратегии. Может быть, какие-то вещи нам нужно переписать, провести рефакторинг, может быть, поменять какие-то инструменты, а может быть, у нас и продукт может повернуться, перейти на другой стэк, может какую-то функциональность. Это раз в квартал вместе с бизнесом, с метриками, смотрим, как развивается наш продукт, какие мы инструменты используем. В общем, в целом, ретроспективно смотрим на себя, изучаем, как можем улучшиться и добиваемся ли мы каких-то целей, не только как продуктовая команда, но и с точки зрения бизнеса, приносит ли наш продукт денег, много ли мы денег заработали с помощью тех или иных фич или нет. Если мы можем, конечно же, посмотреть на деньги или какие-то другие измеримые метрики, бизнес-метрики, которые могут быть полезны, на которые стоит посмотреть. Но это отдельная такая история. Итак, классическая канбан-доска. Прям простая-простая. Она может быть более сложная. Все зависит от специфики той или иной команды, от создания продукта, набор колонок, набор статусов. Он прям может быть разным. Да, я вывел прям классический набор колонок. Это аналитик, разработка, тестирование. Вот эта вот середина является work-in-прогрессом обычно. То есть то, что есть задача в работе. Циферки обычно это ограничения, VIP-лимиты, которые нельзя нарушать. А вот статус, вернее, даже вот эта вот граница между идеями будет сделана, это как раз-таки граница, называется точка принятия решений. То есть когда мы, как команда, принимаем решение о том, что задача, идея будет реализована. И мы в этот момент как раз-таки переносим себе задачку, будет сделана. Последняя, вот между готовой к установке готовой линии, это как раз точка возврата обязательств. То есть тогда, когда мы взятые на себя обязательства возвращаем пользователю, заказчику, говорим, что все, мы это сделали, мы это можем отдавать. Все, что является между этими двумя точками, это у нас как раз-таки системный lead time. Сколько задача пробыла в потоке. И чем скорее задачки будут двигаться слева направо, тем лучше. Ну, тут есть разные техники по ускорению потока. Нам тут важно как раз как тестировщикам поработать. Набор задач, в принципе, такой же, как и в скраме. Проработать на уровне идей. Мы поработаем также с бизнесом, прорабатываем эти сторимапы, требования, прорабатываем приемочные критерии для каждого уровня. Сторимап – это на уровне идей. Потом, когда мы берем задачки из идей, мы уже как раз-таки на этом этапе. Не по каждой задаче я рекомендую заранее большую часть продумать, о какие виды тестов мы пишем. У нас, например, в каждой продуктовой команде есть некая, так сказать, образно так говорим, тактика тестирования, где прописаны наборы тестов, и кто, когда какие тесты пишет, и как эти тесты поддерживаются, и когда они пишутся. Это некий такой документ, кодекс, свод правил, который использует и обновляет продуктовая команда. Вот, опять же, перед тем, как задачка уйдет в аналитику, у нас должны быть определены вот эти все уже виды тестирования, definition of done, критерии готовы для задач, готовности для задачи, нефункциональные атрибуты, качества для фичи. То есть вот здесь вот они, перед аналитикой уже все должно быть готово, и мы должны понимать, что мы задачу действительно можем реализовать, провести по потоку. То есть мы не должны брать невыполнимые команды задачи, иначе мы себе же такое хуже сделаем. Если у нас есть какие-то сомнения, есть ли какие-то вопросы, лучше мы эту задачу обсудим, оставим в идеях, чтобы бизнес ее доработал, какие-то вещи уточнил. Если у нас все ясно, понятно, то берем, работаем. На этапе аналитики, конечно же, мы после того, как аналитики свою работу выполнили, мы обсуждаем историю с применением трех Амиго, валидируем приемочные критерии, прорабатываем приемочные тесты, совместно определяем зависимости, если есть, но зависимости еще будут определены на уровне идей, и будет сделано, и при необходимости смотрим, какие еще виды тестирования можно добавить, потому что после аналитики могут быть добавлены какие-то детали специфика. Обычно вот это, например, практика трех Амиго можно воткнуть между аналитикой и разработкой, так как отдельный статус, если это необходимо. Если это не нужно, можно не делать, это можно проводить где-нибудь на этапе за доской без визуализации на доске. Но я рекомендую это все-таки как-то отображать, чтобы понимать, какие задачи уже прошли, какие ждут проверки встречи трех Амиго. Так, я тут вижу вопрос. На три Амиго нужно звать заказчика, а на четвертом при необходимости или задача возвращается. А зачем нам нужен заказчик? Обычно встреча трех Амиго происходит после того, как аналитик уже проработал задачу. То есть в этот момент у аналитика не должно быть вопросов к бизнесу, и он должен прекрасно понимать, что нужно пользователю с точки зрения бизнеса. И эту информацию он как раз-таки должен донести правильно, корректно для разработчика и тестировщика. Потому что, как показывает практика, документы не всегда отражают то, что действительно нужно. Мы одно и то же слово можем воспринимать немножечко по-разному. И если у нас восприятие будет разное в трех головах, то и реализовано, и протестировано это будет совсем по-разному. Если тестировщик увидел косяк в требованиях, то задача остается в аналитике. Аналитик эти требования поправляет, уточняет. И если для исправления требований ему нужно будет пойти к бизнесу, то, соответственно, он пойдет к бизнесу. До тех пор, пока общее понимание, корректное понимание у разработчика, тестировщика, аналитика не появится, задачу в разработку не стоит брать. Дальше у нас разработка. Здесь мы можем писать, конечно же, как я уже говорил, параллельно тесты. Можем проводить исследовательское тестирование, если у нас в тестировании нет задач, то есть если есть возможности. И ревьюить тесты разработчиков. Причем, смотрите, видите, задачка из, то есть статус готовый, это все-таки статус разработки. Мы, прежде чем, например, забрать себе задачу в работу, в тестирование, мы можем как раз провести ревью тестов, сказать, что нет, ребят, тут не все тесты еще написаны, не готовы. И можем вернуть задачу в работу к разработчикам, чтобы они доделывали то, что нужно. А если все хорошо, мы, конечно, забираем задачу себе в тестировании и тестируем фичу, разрабатываем тесты, в которых все хорошо, и обновляем тестовую документацию. Тут работа выстроена, как вы понимаете, по созданию функциональности, по фичам. Тут нет особо таких технических задач. Каждая задача несет какую-то бизнес-ценность. Соответственно, когда мы создаем эту бизнес-ценность, на этапе тестирования мы не только тестируем, если мы решили, что мы автоматизируем, то мы пишем все необходимые тесты для этой фичи. Таким образом, в целом, в результате применения Kanban у нас регресс может быть постоянно автоматизирован, потому что с каждой новой задачей мы всегда приносим не только ручные тесты, но и уже автоматизированные. Это может быть немножечко, чуть-чуть подольше, но регресс у нас может быть постоянно автоматизировано. Если это возможно, опять же, мы не будем сейчас обсуждать ситуацию, когда не все автоматизировано, такое тоже бывает. После того, когда у нас задача уже готова к установке, нам нужно все-таки придумать, каким образом у нас должен выполняться регресс всей функциональности нашего продукта, потому что он не связан с явными такими задачами. То есть, может быть, часть ресурсов тестировщиков будет уходить всегда на регресс. И это нужно будет учитывать при работе по канбану, то есть при настройке вот этих вип-лимитов и оценке, сколько тестировщиков нужно. на этапе тестирования пайплайн просто проходит, если нет мануальных тестеров. Не совсем так. На этапе тестирования все-таки нужно задачу ручками протестировать, убедиться в том, что разработчик все реализовал корректно и написать нужные тесты, о которых вы договорились. Может быть, это UI-тесты, может быть, какие-то интеграционные тесты. Если же у вас тестировщик, тестировщику ничего не нужно делать, а тестировщик работает параллельно с разработчиком, то на этапе тестирования нужно убедиться, что все тесты, написанные тестировщиком и разработчиком, работают корректно вместе, и функциональность работает, и тесты работают вместе, и потом уже отдавать там задачи на ревью. Тут еще могут дополнительные этапы, связанные, например, с код-ревью разработки, код-ревью тестирования. Они тоже на доске могут быть реализованы. Это, как я уже говорил, в зависимости от выбранного потока командами. Да, но Kanban опять же, он ближе еще к DevOps, ближе к полной автоматизации, то есть после того, как разработчик завершил свою работу, если тестировщик работал вместе с разработчиком, дальше уже все должно идти автоматически и должны уходить, должно идти там все ICD pipeline и уходить чуть ли не до продакшена. Автотесты могут писаться как на разработке, например, только юнит-тесты, и на этапе тестирования, например, и там тестировщики будут писать, например, какие-нибудь UI, end-to-end или интеграционные тесты. Опять же, как вы здесь договоритесь, договоритесь, смогут ли разработчики писать вместе с, вернее, смогут ли тестировщики вместе с разработчиками писать тесты на еще не готовую функциональность, то это вопрос. Ну и плюс Kanban очень не любит параллельное выполнение работ, тут нужно будет потратить много сил на синхронизацию тестировщик-разработчик, они должны чуть ли не в паре работать. Контрактные тесты, опять же, это как отдельный вид, вы можете контрактные тесты договориться, чтобы делали разработчики, а можете договориться о том, что контрактные тесты напишут тестировщики после того, как разработчик все реализует. Это правило, то есть это правило команды, и здесь то и то будет правильным, главное про них не забыть. То есть вначале определите, какие виды тестов вы будете писать, еще вот на этапе в целом правила работы команды и на этапе, например, обсуждения трех Амиго вы увидите так, вот здесь нужно будет написать, не знаю, только интеграционные тесты плюс контрактные тесты. Кто что напишет, и тогда то и реализует. Если у вас в целом в правиле прописано, что все контрактные интеграционные тесты пишут разработчики, пускай они это реализуют, тестировщику нужен, будет полезно только и проревьюить, посмотреть покрытие, достаточно ли тестов, написали разработчики. Если тестов достаточно, то все хорошо. Так. В целом про Kanban также закончили. Смотрите, что при работе со Scrum, с Kanban, как его можно подстраивать. Я уже много про это сегодня проговорил, но все-таки нам нужно определить в целом приоритеты тестирования, что, когда, какое тестирование выполняем, какие виды тестов мы выполняем, в какой момент, каким образом у нас встроено регуляционное тестирование, нагрузочное тестирование в спринты или в поток работы по Kanban. Обязательно определить правила работы с дефектами, что в Kanban, что в Scrum, дефекты могут возникать в любой момент, как мы их обрабатываем, что происходит с потоком. То есть, в случае Kanban, там, возможно, выделение отдельных классов обслуживания, да, то есть, дефекты могут идти отдельной полосочкой, и разработчики и тестировщики будут всегда перекидываться, например, на выполнение именно этих задач, если вы, команды, придерживаются ZeroBug Policy, либо, например, дефекты будут складываться в бэклог команды, а тут будут вытягиваться команды. Правила могут быть по-разному устроены, но главное, эти правила должны быть проработаны. Как уже много раз говорил, пропишите с командой вместе, кто какие тесты, когда пишет, потому что тестов сейчас автоматизируется много, начиная там с юнит-тестов, и если помните пирамиду тестирования, юнит-тестов должно быть большее количество, большее количество относительно всех других, да, то есть, и определите, где на каком уровне эти тесты пишутся, то есть, юнит-тесты пишутся не только на бэкэнд, но они еще и на фронт-энты пишутся, есть механизмы для написания юнит-тестов на уровне базы данных, то есть, все эти вещи обсудите, поймите, где какая бизнес-логика реализована, где какие тесты написаны, это вам позволит потом на более высоких уровнях пирамиды писать меньше тестов, вы будете уверены в том же уровне качества, да. про регресс также проговорили, проговорили в спринте, это должно быть заложено в сам спринт, определите, сколько вам это времени нужно, одна неделя, два дня, из чего состоит регресс, это перебор все, ну, то есть, это вся функциональность или какой-то определенный набор функциональностей, каким образом вы пересматриваете объем этого регресса, да, может быть, каким-то образом тасуете регрессионные тесты, чтобы каждый раз укладываться в неделю, то есть из спринта к спринту у вас регресс может отличаться, ну, там, не знаю, за пять спринтов вы протестируете всю-всю функциональность, может быть, это такой подход, варианты тут тоже, опять же, бывают разные, планирование тестирования обязательно вначале рассказал, проговорите коммуникацию с командой, кто, когда, где, там, договаривается о встрече трех Амиго, да, каким образом передает, там, оформляются дефекты, и какие метрики качества вы будете использовать для анализа своего, своего продукта, да, то есть, что для вас хорошо, что для вас плохо, да, какие, сколько дефектов у вас, для вас плохо, какая скорость, скорость разработки продукта для вас является хорошей, а что является плохой, ну, и как принимается версия продукта, то есть вот все эти восемь параметров нужно отдельно обсуждать, разговаривать и формировать вместе с командой, вместе с бизнесом, главное, чтобы у вас были ответы, вы нашли ответы на эти вопросы, если вы не найдете, вы будете обязательно сталкиваться с этими вопросами и все-таки формировать, формировать ответы, если ответы вы не сделаете, то у вас будут постоянные какие-то хронические проблемы, да, то есть зафиксируйте. Конечно же, на ретроспективе, да, мы проводим анализ процесса, да, и для анализа процесса нам нужно, как тестировщиком, да, или инженером по обеспечению качества, в целом смотреть на возникновение дефектов, потому что дефекты – это первый признак, то есть такой яркий сигнал о том, что в нашей системе обеспечения качества что-то не так, да, что мы что-то не доделываем, что мы делаем как-то, делаем как-то не так, то есть наша система обеспечения качества требует улучшения, поэтому отчасти дефектам нужно радоваться, потому что они дают какой-то сигнал. Когда дефектов нет, ну, то есть совсем нет дефектов, это может значить о том, либо мы создаем что-то не то, либо мы очень хорошо тестируем, может быть, нам стоит, например, снизить объемы тестирования и тем самым, например, ускорить разработку, создание новых фич без снижения там явного качества, то есть тут вариантов могут, варианты могут быть разные, когда совсем нет дефектов, а если дефект возник, то обязательно проводите сессию анализа дефектов, где нужно будет ищите корневые причины возникновения дефектов так, чтобы такого типа дефектов в дальнейшем не возникали. То есть каждый дефект нужно относить к той или иной категории и искать корневую причину. И эту корневую причину избавляться от нее. Ну, или, по крайней мере, максимально нивелировать вред от этой причины. то есть мало, а просто написать автотест. Может быть, там надо будет как-то на более низком уровне добавить там поддержку, там, не знаю, если у вас постоянно возникают дефекты в Safari, может быть, вам нужно добавить дополнительное тестирование в Safari, если у вас его нет. Опять же, да, анализируем срывы сроков, да, если в скраме мы смотрим на срывы спринтов, да, почему у нас сорвался спринт в канбане, мы смотрим на леттайм, то есть, а почему у нас какие-то задачи выполняются долго, причем обычно в канбане там 85, 85 процентов, да, задачи, они там достаточно быстро проходят, но есть какой-то 5 процентов задач, которые выполняются долго. Вот на эти 5, на этот длинный хвост смотрим, а почему мы долго их выполняем, какие причины, и от этих причин стараемся избавиться. То есть, мы не каждую задачу анализируем, да, а вот какие-то такие выпады из длительности, какие-то долгие задачки. Смотрим, конечно, на узкие горлышки. Здесь у нас канбан отлично показывает, демонстрирует этот вариант. Мы видим задержки в очередях, да, то есть, у нас длинные-длинные очереди говорят о том, что кто-то работает, кто-то завален работой, скажем так. Он не работает плохо, он завален работой, почему он завален работой. Это как раз-таки причина для анализа. Куда уходит время, где есть провалы, почему большие ожидания в очереди. Опрашиваем команду, но это стандартный опрос. Наверное, многие сталкивались просто именно поговорить во время ретроспективы, что понравилось, что не понравилось, да, ищем потери и перегрузки. Ну, это вот как раз-таки близко к узким горлышкам, да, потери – это больше про то, что мы делаем, то, что не приносит никакой ценности, никакой пользы. Ну, а перегрузки – это как раз-таки те ребята, там, бас-факторы, или когда у кого-то слишком много работы, да, и он перегружен и не может выполнять свою работу качественно. В этом случае нам нужно обязательно, конечно же, что-то с этим делать. То есть, вот по этим там пяти критериям вот можно пройтись, посмотреть, собрать информацию, будет много чего полезного, и дальше уже включаем голову и начинаем думать и принимать решения. Главное, тут не только собрать, да, обязательно проанализировать и после сделать, да, нельзя только там увидеть проблему и дальше уже ничего не делать, это плохо. мы потихонечку уже движемся к завершению нашего вебинара, поговорим немножко про масштабирование, да, каким образом, какие есть подходы к масштабированию agile методологии, да, в больших enterprise компаниях, да, когда у нас много-много продуктов, они еще между собой могут быть связаны и друг к другу взаимодействовать. С Kanban тут, наверное, чуть-чуть попроще, потому что реализация, когда у вас все продуктовые команды, скажем так, работают по Kanban, она достаточно простая, у каждой продуктовой команды есть свой продуктовый бэклог, есть командный бэклог, и если какие-то задачи там связаны с реализацией другой, вернее, другая продуктовая команда должна для вас что-то сделать, да, то вам достаточно прийти в эту продуктовую команду и сказать, что, ребята, вот нам нужна вот эта фича, они себе в свой бэклог поставят задачу, возьмут ее, вытащат и выполнят, да, вам главное знать, что они связаны, что вы связаны между друг другом, знать, понимать, что вы друг друга хотите, да, получить, здесь вот как раз такие контрактные тесты, очень штука хорошая, полезная, и на более высоком уровне, конечно же, есть целая система там продуктового управления, разделения продуктов в компании, тут вот комитеты продуктованеров и так далее, реализация разная, у канбана на самом деле там вариантов, ну, то есть по масштабированию, там, если только на канбане, например, выстраиваться, там вариантов можно придумать много, да, у нас есть, у нас, например, разделение есть некое по бизнес-функциональностям, каждый бизнес-функциональность, бизнес-направление, да, реализует свои продукты, они между собой, они общаются именно с продуктовыми командами, то есть они, с одной стороны, отвечают за бизнес, вниз они общаются с продуктовыми командами, таким образом, пополняют бэклоги этих команд, и на уровне вот этого комитета, некого по бизнес-направлению, они видят, скажем так, развитие сразу нескольких продуктов и видят какие-то там зависимости, поэтому, если им нужно реализовать какую-то функциональность кросс-командную, кросс-продуктовую, то они сразу задачки ставят в несколько бэклогов продуктовых команд. Один из знаменитых фреймворков масштабирования agile подходов это SAFE, да, Sculpt Agile Framework, он достаточно сложный в реализации, тут много всего, но тут есть поток создания ценности, Wall-U-Streams, да, он близок к канбану, то есть мы прописываем, что, как, то есть есть в целом, да, ники эпик, которые должны быть реализованы в некоторых продуктах, эти эпики разбиваются уже на отдельные задачи в разные программные, в разные продуктовые команды, команды могут быть, опять же, работать кто-то по скраму, кто-то может по канбану, у них у всех есть бэклог, то есть бэклог это артефакт, как и как и ежедневный митинг, да, или ретроспектива, вот бэклог есть в канбане, в скраме, наверное, у всех есть бэклог, ну, почему нет, потому что вполне себе естественно. Так, скачать трансляцию не знаю, можно ли будет, но мне кажется, запись открытого урока точно будет, поэтому ее пересмотреть точно можно. В сейфе есть над agile командами, да, то есть над продуктованными скрам-мастерами, там, дефтим, которые могут работать там по скраму или по канбану, есть еще более высокий уровень, да, это вот продуктовый менеджмент и архитектурный менеджмент, то есть когда смотрят в целом, да, на взаимодействие команд, то есть смотрят на бизнес-направление и смотрят, как эти продукты связаны между собой, правильно выделяют эти продукты и правильно как раз-таки конфигурят эти вещи. Нам, как тестировщикам, здесь на самом деле важно в целом понимать, от каких других команд мы можем зависеть и кто от нас зависит. Таким образом, нам нужно либо самому там заранее смотреть на блокировки или на подготовку каких-то данных или для кого-то готовить тестовые данные, либо взаимодействовать с другой продуктовой командой, чтобы они для нас подготовили необходимые данные. Сейф обычно применяют больших интерпрайз команд, где много продуктовых команд. Тут есть даже отдельная роль в правом нижнем углу сейф программ консультант, который консультирует всех по внедрению сейфа. Есть много критики по поводу этого фреймворка, потому что там кажется достаточно тяжеленьким, но мне нравится больше как раз-таки ОЛС, если у вас скрам, он работает немножко по-другому, это большой масштабируемый скрам и работает он следующим образом. У нас есть общий продукт, продуктовый бэклог, он предназначен для создания больших продуктов. У нас есть один общий бэклог для продукта, есть несколько фичи тим, не обязательно три, их может быть больше, и каждая фича тим на планирование набирает себе свой спринт, набирает себе задачки. Потом в учении спринта эти задачки реализует, потом в конце спринта все это вместе собирается и отдается заказчику. Все достаточно просто. У каждой фичи тима, тут есть отдельная команда продуктоверов, которые работают с продуктовым бэклогом, доносят пользу, ценность, информацию до каждой фичи тима, то есть работают над задачками, а внутри фичи тима как раз таки работают тестировщики, разработчики в принципе точно так же, как и в обычном скраме. Единственное, что опять тут нужны дополнительные силы на обмен опытом, знаниями по созданию продукта. При использовании лес, вы смотрите, являясь сотрудником команды фичи тима, вы берете себе в бэклог только те задачи, которые вы целиком можете реализовать, которые, например, не зависят от другой фичи тима. Лучше сразу же берете себе задачку, забирайте все задачки, которые от нее зависят, если это возможно. Если невозможно, то, может быть, вам нужно объединиться с другой фичи тима для реализации этой команды. Задачки могут передаваться, то есть между командами можно общаться и передавать информацию, опять же, договариваться, синхронизироваться, здесь никаких ограничений в этом плане нет, просто добавится немножечко встречи по обсуждению задач. Ну, и тут сообщество. Очень классный сайт, посвященный Лес. Вот в правом углу посмотрите, Лес Works, он есть как на английском, так на русском. Здесь вот скриншот этого сайта, он прекрасно все рассказывает о том в целом, как можно реализовать масштабируемый скрам. Опять же, так как мы говорим в целом про продукт, создание одного большого продукта, мы вначале должны проговорить все виды тестирования, кто, когда и как будет реализовывать вещи. Может быть, какая-то фича будет работать над отдельными вещами, связанными с накрученным тестированием, например. То есть наборы видов тестирования, критериев качества, они должны быть едиными для всех команд, потому что это общий критерий создания целиком продукта. Ну и правила работы, опять же, для всех фич этим будут одинаковые. Могут меняться, не знаю, дейли, скрамы могут в разное время проходить, а вот правила работы, кто какие тесты реализует, тут они меняться не будут. Если все договорились писать юнит тесты, то все пишут юнит тесты. Тут не должно быть большого разделения. То есть все форматы, все подходы, все эти вещи должны быть, все команды фичи тима работают одинаково. Единственное, что они могут реализовывать разные фичи. Таким образом, если в следующий раз другая фича тим возьмет изменение той фичи, которую делала другая фича тим, так как подходы были одинаковые, то проблем серьезных это не должно вызывать. Ну и последний масштабируемый фреймборг это Nexus, это скрам скрамов. У нас опять же здесь единый бэклог, с которым работают сразу кросс-тим, то есть работают несколько команд, либо выделенные сотрудники из разных скрам-команд, то есть они проводят PBR до уровня, чтобы эти задачи можно было запланировать, после чего происходит Nexus planning, то есть набирается задача на спринт, Nexus sprint planning, то есть это некий большой спринт, в котором заработают как раз-таки все несколько скрам-команд, то есть они обсуждают общую задачу, оценивают, смотрят, сколько можно они могут выполнить, то есть у них масштабируются вот эти velocity, то есть производительность и мощность команд, и попадают они в некий спринт-бэклог, все эти задачки. Дальше работают от 3 до 9 скрам-команд, которые работают, каждая команда работает по скраму, есть некоторая отдельная команда, Next Integration Team, это сотрудники из каждой скрам-команды, которые еще между собой соединяют, отдельно выделяются, они между собой отвечают за синхронизацию вот этих скрам-команд между собой, то есть взаимной блокировки или взаимозависимость, в зависимости от необходимости реализации той или иной задачи. В итоге ежедневно каждая команда проводит свой скрам-дейли, после этого скрам-дейли эти ребята из Nexus Integration Team проводят еще свой Nexus Daily Scrum, то есть есть много Daily Scrum и плюс один Nexus Daily Scrum, на котором обсуждается общая работа целиком всех скрам-команд. Тут как дополнительных работ мы как тестировщики можем как раз таки входить в эту Nexus Integration Team, чтобы подсвечивать какие-то проблемы в целом качества качества целиком продукта и какие-то зависимости блокировки. Часто это может быть даже более полезно, потому что нам важен целиком продукт, а не успешная работа какой-то отдельно взятой скрам-команды. Поэтому я на самом деле использую Nexus, очень вам рекомендую попадать в эту команду Nexus Integration Team, потому что нужно предусматривать и планировать регресс всего продукта, а не какой-то отдельно взятый скрам-команды. Точно так же нужно смотреть целиком на качество продукта, как я уже говорил. После выполнения всех скрам, всего спринта, у нас получается какой-то интегрированный инкремент. Это значит, что тесты выполнены в каждой скрам-команде, выполнены скрам-команде, но самое главное написано, они все вместе выполняются корректно, то есть все веточки будут слиты в одну, все работает хорошо и все это вместе запускается и уходит заказчику. Как я уже сказал, если мы отвечаем за качество продукта, если нам важно качество продукта, то мы лучше набудем в Integration Team, чтобы понимать, а достигаем ли мы тех целей, которые мы между собой поставили. После того, как продукт выполнен, проходит общий ревью, как вы видите, здесь опять же большую роль играют команды Nexus Integration Team и каждая команда опять же проводит свою отдельную ретроспективу. После того, как каждая команда провела ретроспективу, ребята из каждой команды собираются на свою Nexus спринт ретроспективу, в котором обсуждают целиком, весь представитель из каждой команды обсуждает проблемы, как можно улучшить процесс. То есть, это все просто немножечко масштабируется на более высокий уровень, и нужна будет дополнительная синхронизация по изменению действий, кто что делает. Вот. Так, кажется, все я рассказал. Тут есть вопрос в чате, как внедрить контрактные тесты, если другая команда против или им некогда. Тут сложный вопрос в том плане, как их внедрить. Надо поговорить с командой, а почему они против и почему им некогда, потому что через пользу контрактных тестов. Сначала объяснить, какую пользу контрактные тесты принесут им и какую пользу принесут вам, и каким образом это приведет к тому, что у них наоборот будет больше времени. Против и услышать, конечно же, аргументы той команды. То есть просто против это не позиция. То есть Бабьего против это не так. Они против потому что мы не знаем, у нас нет времени в общем мы не умеем. Как-то так. Так, друзья, я, кажется, рассказал все. Какие у вас остались вопросы или какие мысли поделитесь путями нашего урока? я буду, я с радостью отвечу на все возникшие вопросы. в целом у нас на курсе QE достаточно много разных тем. Это только один из уроков. Он больше именно такой теоретический, нежели практический. Но на курсе в целом достаточно много еще и практических уроков, на котором нужно не только, скажем так, слушать, задавать вопросы, но и вместе выполнять какие-то несложные задания и там думать, рассуждать вместе с нами. Но у нас будет в среду, как я помню, день открытых дверей на курс. На курсе можете приходить как раз таки там еще раз познакомимся с программой и преподавателем, который будет на курсе. Друзья, есть ли у вас вопросы? Если вопросов нет, то я готов отправить вам ссылку на опрос по текущему вебинару. Заполните его, пожалуйста, организаторам урока, так же, как и мне, очень важно ваше мнение, потому что мы будем каждый раз улучшаемся и добавляем новый материал, рассказываем что-то более детально и всегда будем рады вашему мнению. А если есть еще вопросы, то задавайте. Парушку минут я точно здесь буду, убегать не буду, вебинар заканчивать не буду. Продолжение следует... да, очень плотно. Я на курсе рассказываю немножечко побольше. я рассказываю еще про модели. Да, мы сейчас рассказывали больше про методологии, но чуть-чуть добавлю, да, есть модели, есть методологии, из моделей выстраиваются методологии. Хорошее понимание моделей разработки, да, вот это водопад, каскадная модель, инкрементальная, итерационная, интеграционная, итерационная, спиральная, итерационная, инкрементальная. Если вы будете понимать хорошо эти модели, вы сможете на основании этих моделей выстраивать свои методологии. Собственно, вот так. Тогда вам вы можете плевать на Kanban Scrum, да, если вы понимаете, как в целом строится модель, на которой вы строили, делаете методологию, вы можете по-своему организовывать процесс согласно этой модели. Такие вот дела. по квадрантам тестирования я скинул ссылку, может быть, еще какие-то материалы нужно, я вот в чат побросаю. из того, что я рассказал, вот вспомните. так, что еще? Про Scrum я уже рассказывал, Kanban Guide. заходите на эти ссылки, смотрите, изучайте. И до встречи. На презентации есть мой Telegram, ищите меня, если есть вопросы, я с радостью еще готов с вами поговорить, пообщаться на тему обеспечения качества, то есть меня интересуют вопросы не только тестирования, как вы, наверное, услышали, а в целом создание качественных продуктов, какими способами, какими методами и как их можно этого добиться, да, то есть обеспечение качества и управления мне в целом близко, нравится и я этим занимаюсь. Вот. Тогда спасибо вам большое за то, что были вместе со мной. Собственно, очень рад был провести для вас этот открытый урок. Очень здорово было с вами пообщаться, поотвечать на вопросы, да, и до встречи на каких-нибудь наших, на общих конференциях, вебинарах и мероприятиях, связанных обеспечению качества или темлицтву, да. Ребята, всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok